Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня о самых запоминающихся событиях в истории России и мира будем рассказывать мы. Андрей Егоров. И Елена Шмелева. Вы смотрите программу «День веков хронограф». В этот день, 17 февраля, родились многие известные люди прошлого и настоящего. Среди которых итальянский скрипач, композитор Арканджело Карелли. Французский врач Рене Теофиль, гиацинт Лаенек. И российский полковник, граф Федор Толстой. Российский географ и следователь Средней и Центральной Азии Григорий Грум Гржимайло. И российский офицер, моряк Петр Шмидт. Российский политический деятель, священник Григорий Гапон. И советская писательница Агния Барто. Советские актеры Елена Кузьмина и Федор Одиноков. Сегодня 17 февраля. Вы смотрите программу «День веков хронограф». Этот день мировой истории был отмечен следующими событиями. В 1598 году на трон взошел царь Борис Годунов, а в 1863 состоялось первое заседание Международного Красного Креста. В 1864 году состоялось первое в истории успешное боевое применение подводной лодки, а в 1880 было совершено пятое покушение на императора Александра II. В 1947 году «Голос Америки» начал вещание на Советский Союз, а в 1972 были установлены дипломатические отношения между СССР и Республикой Нигер. В 1975 году в Москве была подписана совместная советско-английская декларация о нераспространении ядерного оружия. А в 1979 китайская армия вторглась во Вьетнам. Началась китайско-вьетнамская война. Сегодня 17 февраля. В эфире программа «День веков хронограф». Теперь мы более подробно расскажем вам о событиях, произошедших в российском государстве в былые времена. 17 февраля 1598 года взошел на трон царь Борис Годунов. После скоропостижной кончины в январе 1598 года царя Федора Иоанновича русский трон впервые в истории нашего государства могла занять женщина. Именно своей жене, царица Ирины, умирающий государь, решил передать державу. Эту невероятную новость всему честному народу сообщил Борис Годунов, ближайший царский сподвижник. Но разве бояре могли допустить, чтобы трон заняла женщина? Ирину заставили принять постриг и удалиться в монастырь. И быстро собрали народ у Кремля целовать крест, присягать боярской думе. А толпа вдруг стала кричать одно «Хотим царем Бориса». Борис Годунов был красив, умен, отличался замечательным даром слова. Его род происходил от татарского мурзычета. Борис был женат на дочери Малюты Скуратова и был шурином царя Федора. При Иване Грозном он ходил в царских любимцах, а при Федоре и того более. И на перах, и в посольских делах первый. Царица в нем души не чаяла. Борис, как никто, умел высказать участие и доброту. В нужную минуту он всегда оказывался рядом. К пользе государства Борис приказал строить города по берегам Волги. С его легкой руки появились и Саратов, и Царицын. На севере построен был порт Архангельск, сделавшийся тотчас же важнейшим торговым пунктом. От города до города устраивались станицы и зазывались жители для поселения. Борис был весьма популярной личностью. 17 февраля 1598 года Земский собор единогласно постановил бить челом Борису Федоровичу и кроме него никого на государство не искать. Так прервалась династия Рюриков. 18 лет судьба русского государства и народа была связана с личностью Бориса Годунова. Весной 1605 года царь Борис скоропостижно скончался. В Российской империи началось смутное время. 17 февраля 1740 года, в день, когда в Петербурге была зарегистрирована самая низкая в истории города температура, минус 45 градусов по Цельсию, российская императрица Анна Иоанновна устроила забаву – свадьбу шута князя Михаила Голицына с шутихой Анной Бужениновой. Анна Иоанновна тратила громадные суммы на разные празднества, балы, маскарады, торжественные приемы послов, фейерверки, иллюминации и театрализованные шествия. При ее дворе оживилась шутовская культура, продолжающая традиции оседлых скоморохов. У нее были великаны и карлы, шуты и шутихи. Самым известным театрализованным праздником стала курьезная свадьба шута князя Голицына с шутихой калмычкой Бужениновой. Зима в тот год была невероятно холодной, морозы достигали 45 градусов. Для свадьбы на берегу Невы между Зимним дворцом и Адмиралтейством был построен ледяной дом. Все украшения дома, вплоть до игральных карт и цветов, а также баня, пушки, фигуры дельфинов и даже само брачное ложе для молодоженов были изготовлены изо льда. Сия забава была вполне в духе императрицы. Шутом у Анны Иоанновны мог оказаться кто угодно. Помимо известного еще с петровских времен Балакирева, среди придворных шутов были аристократы. Князья Голицын, Волконский и Апраксин. Волконский был обращен в шуты подавнишней злобе императрицы к его жене Аграфене Петровне, дочери Петра Бестужева. А Голицын посмел за границей жениться на итальянке и принять римско-католическую веру. Когда он вернулся в Россию, брак его был расторгнут, а князя заставили исполнять должность шута при дворе. Все три сиятельных шута каждое воскресенье забавляли ее величество. Когда государыня в 11 часов шла из церкви, они представляли перед нею из себя курноседок и кудахтали. Но вернемся к свадьбе. Председателем мошкарадной комиссии, учрежденной для устройства этой забавы, был Артемий Волынский. Он напряг все силы своего умения и изобретательности, чтобы свадебный поезд, представлявший живую этнографическую выставку, потешил и императрицу, и народ. Из Москвы и ее окрестностей доставили деревенских женщин и парней, умеющих плясать. А из Восточной России было велено прислать инородцев по три пары мужеского и женского рода, с тем, чтобы они были собою негнусны и одеты в свою национальную одежду, со своим оружием и со своей национальной музыкой. Это своеобразное зрелище доставило большое удовольствие Анне Иоанновне, и она стала снова благоволить к Волынскому, впавшему перед тем в немилость. Но длилось это недолго. Волынский вскоре был обвинен в злодейских замыслах, осужден и приговорен к казни. 17 февраля 1867 года в Одессе в семье потомственного морского офицера родился Петр Шмидт, будущий моряк. Шмидт окончил морское училище в Петербурге, служил на Балтике и Тихом океане. В 1898 году в чине лейтенанта ушел в запас, плавал на океанских торговых судах. В 1904 с началом русско-японской войны был мобилизован на Балтийский флот. С января 1905 года он командир миноносца на Черноморском флоте. В начале революции 1905-1907 годов он организовал в Севастополе союз офицеров друзей народа. Затем участвовал в создании Одесского общества взаимопомощи моряков торгового флота, одной из первых на морском транспорте профсоюзных организаций. В ноябре 1905 года Петр Петрович был арестован за выступление на митингах матросов, рабочих и солдат, участие в политической демонстрации. Ведя пропаганду среди матросов и офицеров, Шмидт называл себя непартийным социалистом. Он осуждал социал-демократов за их недостаточно внимательное отношение к требованиям крестьянства, а социалистов-революционеров за террор, к которому, безусловно, относился отрицательно. Шмидт стоял за учредительное собрание, избранное всеобщей подачей голосов. Отстаивал конституционную монархию. Рабочие избрали Шмидта пожизненным депутатом Севастопольского совета рабочих депутатов и добились его освобождения. Он получил отставку и чин капитана второго ранга. С началом Севастопольского восстания военная организация социал-демократов предложила Петру Шмидту стать военным руководителем восстания. В ноябре 1905 года Шмидт прибыл на крейсер «Очаков». На корабле был поднят красный флаг и вымпел командующего флотом. К сбунтовавшемуся крейсеру пристали броненосец «Пантелеймон» и несколько других судов. Шмидт обратился к императору с требованием учредительного собрания и с заявлением, что флот перестал повиноваться министрам. Главнокомандующий Черноморским флотом Чухнин подверг революционные суда обстрелу Шрапнелью. На «Очакове» возник пожар. Уцелевшая часть экипажа стала спасаться на шлюпках. Шмидт был схвачен и предан военно-морскому суду. На суде Шмидт старался смягчить наказание другим, брал всю вину на себя, выражал полную готовность подвергнуться казни. Ни один свидетель защиты на суд допущен не был. Шмидт и три матроса были приговорены к смерти и в марте 1906 года расстреляны на острове Березани, близ города Очакова. В следующей части нашей программы мы расскажем вам о других, не менее запоминающихся событиях этого дня. До встречи!